Основа робототехники в каждую школу. Лаборатория Фаблаб стала миссионером в поселках Ямальского района. Роботостроение и программирование сегодня захватывает школьников все больше и больше. Почти в каждой школе появились робототехнические классы, где ребята осваивают схемотехнику, учатся писать алгоритмы, воплощают в жизнь полезные проекты. Однако еще не все школьники знакомы с этими интересными занятиями. В течение двух месяцев команда лаборатории Фаблаб Ямальского центра внешкольной работы побывала сразу в трех поселках Ямальского района. Инженеры привезли свои знания школьникам Салимала, Панаевска и Сиехи. Заинтересованных ребят обучали основам робототехники. В течение двух-трех дней мы ребятам давали основы и базовые знания по программированию электроники. И на основе этих знаний мы с ними делали маленькие мини-проекты. Что-то вроде автоматического ночника, устройства, автополива растений и что-то в этом роде. Помимо обучения, русалинские инженеры помогали педагогам поселковых школ выбрать оборудование для дальнейших занятий по робототехнике и настроить его для работы. В Салимальскую школу помогли им поставить лазерный гравер. Приехали, настроили в Панаевскую школу этот принтер. И в каждый поселок, в которые мы ездили, помогли поставить наборы по робототехнике, электронике. По словам Валерия Серпева, руководителя лаборатории, школьники проявили большую увлеченность занятиями. Всего в трех поселках удалось охватить около 50 учеников среднего и старшего звена. Инженеры из Ярселя главной целью таких поездок назвали именно обучение основам, которое поможет в будущей самостоятельной работе ребят. Основной результат, к которому мы двигались, это дать учащимся основы, как этим пользоваться и показать, как этому учиться самостоятельно. То есть не было какой-то задачи сделать так, чтобы за два дня они сделали готовый продукт или проект. Это невозможно сделать за три дня. Если очень просто раз, то можно. Так мы даем инструмент или инструкцию и осознание того, что все это можно изучить самостоятельно. Нужен лишь интернет, уметь искать информацию, и педагог-наставник, который будет направлять.